Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FreshForex». И с нами сегодня аналитик компании FreshForex Александр Горячев. Александр, приветствуем вас! Добрый день, Игорь! Добрый день, коллеги! Начинаем наш обзор рынка. День у нас сегодня интересный, и американцы нам каждый почти день приносят какие-то новости. И сегодня тоже нас они без внимания не оставили. Мы сейчас с вами все это поподробнее обсудим и поговорим также по... Так, приношу извинения. Сейчас, коллеги, секундочку. Александр подгружает программу. Ну, я так понимаю. И мы сейчас вернемся с ним в эфир. Уважаемые коллеги, приношу извинения. Небольшие технические трудности. Сейчас я включу трансляцию нашего торгового терминала. Видим хорошо. Да, отлично, спасибо, Игорь. И начать мне хотелось бы немножко с российских активов. Здесь есть интересные идеи, особенно в нефтегазовом секторе. И начать мне хотелось бы именно с них. Тут есть идеи как технические, так и фундаментальные. И сейчас мы обо всем об этом коротко поговорим. Значит, у нас главный ньюсмейкер прошлой недели – это «Газпром», который всех тут шокировал своим таким стремительным ростом котировок. И сейчас здесь я вот лично вижу на дневном графике треугольник. Треугольник после сильного тренда – это обычно, почти всегда, за крайне редким исключением, это модель продолжения, а не разворота. Я думаю, что здесь будет модель продолжения, как обычно бывает на истории. И, соответственно, мы пойдем дальше вверх. То есть на высоту этого треугольника. Здесь уже треугольник должен реализоваться прямо вот в самое-самое ближайшее время. И, соответственно, здесь, на мой взгляд, нужно открывать позиции на покупку. Поскольку у нас здесь есть два варианта. Первый вариант – мы можем прямо сейчас стартовать вверх. Второй вариант – мы можем опуститься на нижнюю грань треугольника. Это у нас 196.63. И, уже оттолкнувшись от нее, мы можем пойти вверх. И здесь мы не знаем, как у нас рынок захочет. Может быть, он прямо сейчас пойдет вверх. Может быть, пойдет на нижнюю грань. Шансы, они одинаковые – 50 на 50. Я бы в этой связи заходил бы в позицию двумя частями. Я вообще всегда стараюсь в позицию заходить частями, потому что очень трудно, когда прямо вот мы сейчас войдем, и рынок точно пошел в нашу сторону. Такое, конечно, бывает, но я подхожу к этому рационально, и думаю, что это, скорее всего, такое исключение из правил. Это, скажем так, повезло, нежели что прямо это аксиома, и мы нашли идеальную точку. Идеальную точку для входа найти очень-очень тяжело. И я всегда вхожу двумя или даже тремя частями в позицию. И если идет откат небольшой, то у меня позиция еще раз открывается, так называемая доливка. И, соответственно, здесь я даже не расстраиваюсь, что откат идет, потому что позиция у меня набирается. Поэтому, на мой взгляд, можно открывать двумя частями. Первая, значит, на 200, ровно. Вторая – 196. Вот здесь вот у нас получается нижняя граница. Вот она. Здесь, получается, можно по-разному смотреть. 196, 60, 197, 15. Но округлим 197. То есть 200 и 197. И цель вверху, получается, 200 на 12. По этому треугольнику я бы тоже округлил бы немножко на 208. Потому что давным-давно-давно, много лет назад, на 208 было сильное сопротивление. Это я уже смотрел историю, когда «Газпром» торговался в 2000-х годах. Тогда как раз у нас такие уровни были. Потом «Газпром» с недоидением 360, там, 3 и упал. И давно уже не было таких отметок, как там 200 рублей, как 300 рублей. И уже все забыли про эти уровни. И вот на 208 проходит сопротивление на недельном графике. Поэтому я бы как раз именно взял бы 208. Я думаю, что этот треугольник реализуется в самое ближайшее время. Мы пойдем дальше вверх. EDX у нас показывает 33,8. Вот тренд EDX растет. То есть технически хорошая картинка. После сильного роста вошли в консолидацию. Можно даже вот часовой график посмотреть. Даже, наверное, откроем. Прямо вот без всяких линий, которые здесь нарисованы, чтобы они нас не отвлекали. Чистый такой график. Вот здесь у нас получается. Мы сильно видим рост. И вот мы такой видим консолидацию. Узкие свички. Но это редкое такое явление для такого инструмента, как «Газпром» и компания с огромными объемами торгов внутри дня. По сути дела у нас три такие компании в России. Это «Газпром», «Лукойл» и «Сбербанк», где огромные объемы. И обычно у нас свечки тоже, соответственно, амплитуда большая. То есть здесь мы видим прям очень-очень маленькие тела. То есть это говорит о том, что есть на рынке покупатели, они покупают. И даже если кто-то пытается продавить, как вот здесь вот, после того роста, даже вот здесь получается. Мы выросли 14-го. 15-го начали пытаться зашортить. Выкупили это дело, все. Сходили на 203. Потом опять пытались продавить. Опять это выкупили дело, все. То есть покупатели есть на рынке. И здесь, я думаю, что этот треугольник как раз и реализуется. Поэтому мы здесь пойдем вверх. И я бы выбрал цель 208. Вторая идея – это «Новотек». Тоже газовая компания. Здесь была консолидация тоже. Мы, получается, достигли исторического максимума 29-го апреля. И вот так в консолидацию вошли. И сейчас мы из нее выходим на этой неделе. Соответственно, здесь у нас EDX еще больше даже тренд показывает, чем в «Газпроме». Он показывает нам 43,7. Это еще более сильный тренд. И мы здесь, по идее, я просто раньше его замечал, когда на прошлых графиках, на истории, когда EDX такой вот выше 40, и когда мы выходим из консолидации, а у нас здесь была консолидация, мы в нее опустились 30 апреля и стояли до этой недели в этой консолидации, то мы заходим за «Боллинджер», за верхнюю границу. Мы заходим и заходим туда. Мы целый день находимся за этим «Боллинджером» или даже два, и после этого только уже начинается коррекция. У нас «Боллинджер» здесь получается 1249,7. и здесь, на мой взгляд, мы превысим эту отметку. И здесь трудно пока сказать, где мы можем остановиться, потому что, дойдя до «Боллинджера» верхней, это у нас очередной исторический максимум. То есть у нас и сейчас исторический максимум, и, соответственно, тоже исторический максимум, у нас нет никаких уровней. Можно построить уровни «Пивот», но я их тестировал раньше на истории, лично они мне не понравились. Результаты очень такие слабые, и я лично «Пивот» не использую, и мне они лично нравятся. Поэтому тут сложно сказать, где мы можем остановиться. Может быть, это будет 1252, 1255, 1260. Я бы просто вот открыл позицию и держал бы ее сегодня. Я бы ее не закрывал бы. И завтра я бы тоже ее подержал. Завтра можно будет посмотреть. Например, если мы будем уже завтра существенно выше «Боллинджера», например, там 1255, где-нибудь 60, то можно будет и закрывать. Но пока просто вот открыть, потому что здесь мы можем легко дойти до 1260, а закрыв позицию на 1251, мы 9 рублей не доберем. По идее, здесь мы еще должны завтра быть также за «Боллинджером». То есть находиться за «Боллинджером» мы должны расти еще завтра. Поэтому вот эта идея сегодня-завтра. Новотек здесь вот такая, значит, тенденция. По американскому рынку тоже мне вот лично нравится компания «Мастеркард». Я о ней часто говорю. И, в принципе, она нормально торгуется, технически торгуется, подходит к уровню, отбивается от него, идет на следующий уровень. И как раз вчера у нас она подошла к уровню 249,82. Откроем вот 30-ти минутки. Вот первые 30 минут торгов. 16-30 торги начинаются. Дошла до этого уровня, отскочила вверх и пошла вверх. Есть небольшой позитив такой, то, что вроде там дали отсрочку по компании «Хуауэй» на 3 месяца до середины августа. Ну и вроде как небольшой позитив для рынков. Тут немножко в Азии рынки подросли. Вряд ли это прям как-то сильно существенно позитивно, но отсутствие плохих новостей уже само по себе положительно. Поэтому здесь, я думаю, как раз «Мастеркард» сегодня обновит максимум прошлой недели 255.13. Соответственно, здесь тоже можно катка срочно купить внутри дня сегодня с открытия торгов с целью 255.13. На исторический максимум, который был у нас 30 апреля, я думаю, наверное, сегодня не пойдем. Хотя, может быть, и сходим. Но я бы ориентировался именно на 255.13. Компания интересная. Ее доходы растут каждый квартал. Люди все больше и больше используют платежные системы. Причем потенциал на самом деле еще очень огромный, потому что население Земли все равно увеличивается. там каждые три года такой хороший рост. Плюс здесь еще нужно понимать, что есть у нас, конечно, вроде бы там страны развитые, там, например, Америка, там ряд европейских стран, то же самое, там же самое Япония, где вроде бы уже использование платежных систем, использование банковских карт – это обычное такое дело. то, например, в той же самой Индии этот рынок только-только развивается, а население там за миллиард, соответственно, там с каждым годом доля будет увеличиваться. Да и даже мы, когда вот живем в России, да и любая другая страна СНГ, там, Украина, Белоруссия, вроде мы себя считаем тоже развитыми, там, но тоже страна с развивающейся экономикой. И здесь все равно еще высокий такой процент наличных платежей. И банки крупнейшие, они фиксируют тоже прирост именно транзакций, вот именно через платежные системы. Соответственно, получается вот такие страны с развивающимися экономиками, наподобие как там страны СНГ, Индия, тот же самый Китай, там, Южная Африка и так далее, Бразилия. Здесь как раз и будет такой основной рост для платежных систем. Люди будут с каждым годом все больше и больше пользоваться именно вот этими платежными средствами. Соответственно, разговоры о том, что вроде как куда им еще расти, они пока не оправдываются. Расти еще есть куда, можно, даже если не брать там страны СНГ, там, Бразилию, можно просто на одну Индию посмотреть. Вообще, на мой взгляд, вот Индия, это ближайшие десятилетия, там, с 20-го по 30-й год, это будет такая основная экономика роста. Не Китай, которому тяжело расти уже так сильно, но все равно Китай будет сильно расти, но уже сейчас Индия по темпу роста выше, чем в Китае. И я думаю, этот темп, он будет только лишь увеличиваться. И я думаю, что основная такая фабрика со стороны Китая, уже мировая фабрика переедет в Индию, и там как раз будет такой бум. И многие российские компании, как раз взять того же самого Новотек, там, СУЭК, которые уголь поставляют энергетически, они все как раз в своей стратегии закладываются на активное потребление азиатского региона, они будут активно потреблять и уголь, и СПГ, природный газ. И как раз они все в своих стратегиях отмечают Индию. Они, да, они пишут про Китай, что Китай – это огромный рынок, это важный рынок, но они пишут, что в Индии как раз больший потенциал, и Индии нужно много всего. Поэтому я думаю, что вот, исходя из той информации, которую вот все эти компании представляют, если все это обобщить, то можно сделать вывод, что как раз на ближайшую десятилетку Индия будет таким вот основным быстрорастущим регионом. Ну и, соответственно, люди тоже будут увеличивать количество транзакций через платежные системы. Поэтому у нас есть две такие крупнейшие в мире компании, это MasterCard Visa, обе американские, но вот если сравнивать между ними, что взять, MasterCard или Visa, да, можно, конечно, и то, и то. Можно 50 MasterCard, допустим, выделить там какую-то сумму, например, там, условно, 1000 долларов, на 500 долларов купить, MasterCard на 500 Visa. Но я бы в большей степени давал предпочтение именно MasterCard. Почему? Потому что у нее высокая рентабельность, она выше, чем у Visa, то есть компания более эффективна. Рынок обычно любит такие эффективные истории. Почему то же самое, например, вот мы разговариваем об эффективности и говорили о Газпроме и Новотеке, то здесь мы вот говорим о Газпроме, как вчера и сегодня, новые исторические максимумы. При этом Газпром исторический максимум сделал в восьмом году, 363 рубля, и туда, чтобы сходить, надо еще нам вырасти на, получается, тут 80% с небольшим. То есть Газпрому еще далеко, даже если он так будет сейчас расти каждый месяц, вот как здесь у нас рост в мае, то все равно ему еще надо как минимум месяц, то и 2, и 3, чтобы сделать исторический максимум. Но вряд ли такие истории у нас будут постоянно. Скорее всего, это разовая такая история. То есть почему Газпром так далеко находится от исторического максимума, хотя и вырос в этом месяце, а Новотек обидет рекорды каждый месяц почти. Потому что Новотек более эффективен, более рентабельен, и рынку нравятся более рентабельные истории. Большая эффективность, где быстрее идет возврат средств. Поэтому рынок отдает предпочтение более рентабельным компаниям, и в данном случае здесь Новотек бьет рекорды. То же самое, если говорить мастер-карты ВИЦ. Более рентабельные мастер-карты, я думаю, что здесь такая же будет история. Рынок будет отдавать предпочтение мастер-карту. Соответственно, здесь также интересно купить. Что касается российского рубля, то здесь пока такой вот быковичок. И поскольку налоговые платежи только начинаются в конце недели, то, скорее всего, мы начнем где-то укрепляться по рублю. То есть пара пройдет вниз постепенно как раз от конца недели. Поэтому здесь вот ближайшая цель – это 64,23. Пока стоим 64,50-60. Пока не двигаемся особо никуда. Но тоже держим в уме, что в конце недели, и в начале следующей недели налоговые платежи, соответственно, будем потихонечку спускаться. Что касается нефти и золота, тоже интересные инструменты. По золоту, я думаю, золото будет постепенно снижаться. И здесь, если вот посмотреть на часовки, то мы так падали, достаточно так активно падали несколько дней. И сейчас вот такой у нас быковичок получается. Если, опять же, так вот к истории обратиться, то у нас обычно вот после таких падений, когда такой боковик идет, день, два, три, то мы сначала идем на верхнюю границу этого боковика, после чего разворачиваемся вниз, падаем, пробиваем нижнюю границу. Поэтому здесь интересно золото продать. Верхняя граница получается, это экстремум вчерашнего дня, это 1278.99, позиция значит сел. И насколько сильно мы упадем, здесь есть два варианта. Первый вариант мы только лишь немножко обновим минимум вчерашнего дня и развернемся. Например, где захочет рынок дальше падать. То есть у нас минимум вчерашнего дня 1270.365, можем обновить там 5, 10, 20 пунктов и развернуться. Либо второй вариант падаем на нижнюю границу Боллинжера на дневном графике 1267.01. Я бы в этой связи выбрал бы первый вариант, что немножко обновим минимум вчерашнего дня и там бы лучше закрыться. Здесь лучше не жальничать. То есть цель 1273.60. И продаем значит 1278.99. Сейчас мы где-то посередине находимся, поэтому прямо сейчас лучше ничего не делать. В боковике надо торговать от границ канала, поэтому от верхней границы продаем, на нижней границе чуть ниже закрываемся. По нефти я вчера говорил на рост котировок, я ошибся, роста не было. Вот Игорь вчера верно подметил, что ГЭП закроем. Я был так вот, скажем, воодушевлен встречей ОПЕК. Плюс, что ребята не сказали о том, что надо увеличивать резко добычу. Почему я был этим воодушевлен так? Потому что в прошлом году, позапрошлом году, все эти встречи ОПЕК происходили очень так нервозно, напряженно. Там большинство говорили, что надо добычу всегда увеличивать и надо рыночную долю свою увеличивать. Ну и, в общем, всегда были разговоры о том, что надо увеличивать. И только лишь там несколько делегатов всегда говорили, давайте подумаем, давайте осторожно себя поведем. Ну и в основном такие были разговоры. А тут вроде все как-то по-другому. Добычу не надо резко увеличивать, запасы надо сокращать, надо действовать так вот сдержанно. Плюс вчера вечером были новости, что саммит ОПЕК плюс с 26 июня могут перенести на июль, на число там на 10, чтобы вот эти дополнительные 2 недели еще понаблюдать за рынком. Соответственно, ограничение по добыче будет не до 1 июля, а до 10 июля, еще 10 дней дополнительно. Это тоже хорошо. То есть 10 дней там будет меньше нефти на рынке. Причем это 10 летних дней, когда летом всегда много потребления нефти. Вроде как вот это все хорошо, но рынок ГЭП закрыт. Здесь, если так вот говорить про основной тренд, я по-прежнему смотрю вверх. Здесь у меня ничего не изменилось, потому что мы стоим на нижней, на нижней, на средней границе Боллинджера, на дневном графике это поддержка, это поддержка сильная. Поэтому здесь я думаю, что рынок пойдет, просто пойдет не так быстро, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы он быстро сходил вверх, но пока вот рынок так потихонечку, не торопясь себя ведет. Цель здесь, она вот вверху находится, верхняя Боллинджера, на дневном графике 73-76. И скорее всего по нефти основное движение будет уже завтра на новостях в 17.30 по Москве данные по запасам нефти, а в Америке, скорее всего, на этих новостях завтра рынок и пойдет. В принципе, могут, что, какие вот фундаментальные сказки придумать для движения вверх. Ну, то, что вот отсрочка по Huawei, плюс, значит, вот новости завтрашние, там уже есть разговоры, что завтра запасы сократятся, потому что НПЗ начали работать после ремонта. Ну, такие фундаментальные сказки как раз могут вызвать движение вверх, что вроде как... Плюс Трамп может что-нибудь такое интересное писать. По сути дела, что у нас получается на этой неделе? На прошлой неделе нас всех пугали торговой войной с Китаем, Huawei, там, и еще там Ираном нас пугали. На этой неделе мы видим, что США, значит, дают отсрочку Huawei на три месяца, США отменяют пошлины на стали и алюминий для Мексики и Канады. США дают отсрочку по пошлинам на европейские автомобили на шесть месяцев. То есть, получается, вроде как США ничего так кардинального не изменили, они просто лишь дают небольшие отсрочки. Пытаются так вот погасить этот пожар немножко, заливая в этот пожар немножко керосина. Поэтому здесь в принципе особо ничего глобально позитивного нет, но, допустим, рынок может вырасти и нам скажут, что вроде как вот снижается эта геополитическая напряженность. Или же рынок может вырасти, нам скажут, что запасы в Америке упали. Но даже если запасы не упадут и геополитическая напряженность не снизится, но рынок вырастет, у меня вот такое мнение, что рынок пойдет вверх по нефти, исходя из вот тех факторов, которые я использую. Но все равно чем-то придумают, можно же всегда придумать задним числом какую-нибудь причину, чтобы объяснить, почему рынок вырастет. Но я думаю, что скорее всего рост нефти будут объяснять снижением запасов и вот снижением, как говорят, градуса геополитической напряженности. Уважаемые коллеги, готов ответить на все ваши вопросы. Игорь, передаю вам слово. Спасибо большое, Александр. Давайте посмотрим на вопросы. Евгений Питерский спрашивает, Александр, Газпром шортим. Евгений, спасибо за вопрос. Нет, Газпром не шортим. На прошлой неделе я говорил, что Газпром надо покупать с целью 200-201. Цели сделаны, когда уже было много шортов на всяких форумах написано, популярных, когда люди шортили активно. Сейчас я тоже рекомендую Газпром покупать, потому что вот эта консолидация, которая сейчас идет, рынок, как вкопанный, стоит на 200. Это мне лично указывает, что Газпром пойдет вверх. Треугольник на дневном графике будет пробит вверх. Плюс на форумах популярных, ну не будем их называть, они и так всем известны, их не так много. На этих форумах люди активно пишут, что они шортят Газпром. То есть в прошлой неделе их ничему не научило, они получили убытки большие. Многие люди даже писали, что зашортили Газпром, столб не поставили, там уехали на огород, морковку полить, приехали, денег нет на счете. И сейчас эти люди довнесли денег, они шортят Газпром, и в прошлой неделе их ничем не научило. Я думаю, на этой неделе их также вынесут вперед, вперед ногами из рынка, то есть они получат убытки. Я всегда смотрю за форумами, раз как минимум два дня я захожу на популярный форум, чтобы посмотреть. Допустим, обычно у нас люди ошибаются, и если, например, очень много комментариев, что мы зашортили Газпром, то они срабатывают почти всегда за крайне-крайне редким исключением. Как на Новый год, вот история, я ее помню отлично, под Новый год все писали, надо покупать доллары, баксы, баксы, санкции, там адские санкции, там ценник 70 на бирже, в обенниках даже был выше, потому что банки же берут спред хороший. Некоторые банки ставили 73, но люди все равно стояли в очередях по 73 купить. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим 65. Когда нужно баксы покупать? А вот когда мы увидим комментарии или еще лучше, когда телеканал ОРТ или там ему подобные НТВ покажут нам, как люди стоят в обменниках очереди, и люди сдают баксы, чтобы купить рубли, там поменять на рубли, потому что, например, там курс 60 или 55, и когда у нас будут огромные очереди, и когда СМИ будут это тиражировать, значит, время пришло, время пришло для доллара. Пока же, что мы видим? Мы видим 64, 65, мы не видим очередей, никому доллар не интересен, рубль никому не интересен, все про все забыли, поэтому сейчас для доллара, на мой взгляд, время еще не пришло. То же самое и с Газпромом. Я думаю, что шартистов будут выносить на убытки. Я понял вас. Но самое главное, чтобы морковка взошла, все остальное ерунда. Все, друзья, спасибо. Александр, еще один вопрос. Алексей Сорокин, Владивосток. Если нефть будет расти, значит, и рублю тоже прогноз на укрепление в июне, например? Алексей, спасибо за вопрос. Я думаю, да, я думаю, рубль будет укрепляться, даже, в принципе, сейчас, если посмотреть на основные такие факторы, какие, ну, например, RGBI, да, это российский индекс гособлигаций. У нас очень много в последнее время разговоров, там, на моей памяти, года три, у нас каждую неделю разговоры про кэрри-трейд, что кэрри-трейд, иностранцы заходят в российские активы, используя высокие ставки в России для заработка и так далее, и тому подобное. Сейчас кэрри-трейд ведь полным ходом RGBI растет. RGBI растет, и растет очень хорошо в последние несколько дней, прям бурный рост. Соответственно, рубль также на это всегда реагирует. То есть, даже без фактора нефти у нас для рубля формируется хороший фонд. Плюс нефть тоже, безусловно, поможет. Но смотрите, здесь какая ситуация. Вроде бы, да, вот у нас нефть растет, RGBI, облигации покупают. Россия имеет низкий долг государственный по отношению к ВВП на фоне других развивающихся стран. Если мы сравниваем Россию, там Турцию, Бразилию, Китай, то у России показатель задолженности самый низкий. среди развивающих стран. И, соответственно, где низкий уровень задолженности, там высокое качество, кредитное. То есть, облигации интересно купить. И, соответственно, их покупают, почему так активно покупают. Но при этом нужно понимать, что сами российские власти, они не хотят укрепления рубля. Что мы видим? Мы видим, что у нас каждый день все больше и больше увеличивается объем покупки валюты для резервов Минфина. То есть, они увеличивают, увеличивают свои вот эти интервенции. То есть, нам вроде бы на словах говорили несколько лет назад, что у нас теперь плавающий курс, что курс определяет рынок, есть покупатель, есть продавец, и они решили, какой будет курс. Но это, опять же, не соответствует реальности. У нас основной получается такой сейчас участник. Если не брать налоговый период, когда у нас в России приходят на рынок корпорации, чтобы поменять выручку экспортную, если не брать налоговый период, а брать, например, с 1-го числа по 20-е, то у нас основной участник это кто? Это Минфин, который с Центробанком, они проводят эти интервенции, и покупают валюту, и Минфин зачисляет эту валюту в свои резервы. Самый основной участник, соответственно, о каком свободном плавающем курсе идет речь, если основной участник это Минфин. Поэтому российским властям невыгодно, они делают резервы, проводят такие интервенции, манипуляции, и, соответственно, мы сейчас не можем говорить, что если нефть будет очень дорогой, то у нас доллар-рубль сильно вниз. Судя по всему, нас ожидает плавное снижение, то есть 63 или 62. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы ниже 62 не увидим, даже при нефти там выше 80, потому что, ну, не хотят вот укрепления российской валюты, власти. Я понял вас. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор и комментарии по нефти и рублю. Вам хорошего дня, и удачи на рынке сегодня. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, желаю всем успехов в торговле, всем хорошего настроения, до новых встреч, до свидания. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова